Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Пётр. И сегодня мы поговорим про лук и морковку. В каком контексте? Контекст такой, что мы стараемся, сеем морковку, высаживаем лук, а очень наши труды могут пропасть и на смарку. Почему? Морковка получается червивая, кривая, лук начинает гнить, и там сидят червячки. А всё из-за того, что там завелись вредители. И эти вредители уничтожат нам большую часть урожая. Самые такие опасные вредители, их, конечно, много. Я только назову двоих. На морковке морковная муха, на луке луковая муха. Есть, конечно, наибольшие, но меры, которые вы предпримете, помогут защитить вам эти растения в период роста от этих фредных объектов. Ну, во-первых, давайте разбираться, во-первых, когда появляются эти вредители. Потому что многие уже начинают разводить руками, когда лук начал желтеть, и уже там лишинки ползают, или морковка становится червивая. Вот поэтому давайте разбираться. Итак, в условиях Белоруссии лёд луковой мухи начинается во время цветения яблони и цветения дуванчиков. Если эти растения зацвели, значит, это ориентирует, что уже появилась луковая муха. Поэтому необходимо предпринимать меры. Какие? Я расскажу чуть дальше. Морковная муха вылетает позже. Морковная муха вылетает, когда зацветает рабина. Цветение рабины – это верный ориентир, что появилась морковная муха. Способ защиты от этих растений море. Я понимаю, мы сейчас как бы задумались об экологии, и никто не хочет кушать морковку, которую пролили ядохимикатами. Ну, во-первых, в полях нам тоже не сравнится трудно, потому что в поле морковка каждый год и тот же лук высаживаются на новых местах. Значит, вероятность появления вредителей уже только за счет всего оборота сводится к минимальной части. Поэтому там таких мер даже не приходится предпринимать. Там продукция вырастает, как и чистая, даже без химобработок. На участке, где мы из года в год как бы садим на этих градках, эти вредители водятся, зимуют, поэтому они, конечно, будут повреждать наши культуры. Итак, по времени мы поняли. Одна появляется где-то с среди, ну, где-то 10 мая, вторая появляется где-то 20-25 мая. Так вот, как защитить? Конечно, чтобы не поменять химии, берем на вооружение следующие способы. Способ первый. Значит, что посевы, значит, всем рад морковки и рад лука. Запахи этих растений смешиваются и отплютят вредителя. Я знаю, многие попробовали, но не всех получается. А почему? А ошибка вся в том, что морковка всходит где-то через 2 недели, не раньше. Морковная муха отлаживает яйца, когда морковка имеет 2-3 настоящих листа. Имеет морковка 2-3 настоящих листа, значит, уже она тогда отладывает яйца. Так вот, для того, чтобы у нас эти культуры защищали друг друга, посевы морковки надо делать гораздо раньше. Хотя бы за недели 4, ну, почти месяц получается практически, раньше же посадите лук. Посели морковку, появились сходы морковки, тогда смело сажайте лук. В этом случае эффект будет максимальный и для лука, и для морковки. Что еще можно предпринять? Не надо ждать, пока муха прилетит на ваш участок и отложит яйца к вашим растениям. Ее необходимо отпугнуть. Мы не будем уничтожать ее. Мы не будем проводить химических обработок. Мы обойдемся простыми, надежными способами. Так вот, для того, чтобы сбить с толку этих мух и морковную луковую, значит, мы можем поставить ветки. Ветки бузины свежие порезали и ставим посреди градки. Через метр ставим ветки. Ветки богульника, если у вас близко болото, тоже можем поставить на градки. Эти растения даже высыхают. Будут издавать запахи, которые собьют с толку наших вредителей, и они улетят прочь. Они не будут вредить нашим растениям. Следующее, что можно сделать. Если стоит погода сухая, значит, можно поверхность почвы между рядками опудрить. Что пойдет для опудривания? Для опудривания подойдет табачная пыль, зола, та же самая обыкновенная, также подойдет для, будем между радией, опыливать. Потом табазол. Ну, это уже смесь табачной пыли с золой. Как бы все фабричные препараты, которые можно применить. Ну, точно так же. Можно применять горчичный порошок. Горчичный порошок немного протросли между радией. Уже наша морковная муха не сядет на нашу морковку. А луковая на лук тоже не будет садиться. Потому что посторонние запахи, они понимают, что они не, ну, как бы, потомство здесь не будут выводить. Держать потомство, чтобы это потомство росло неизвестно в каких условиях. Поэтому они улетят. Следующее, что еще очень интересное, по запаху можно сделать, сбить с толку наших вредителей. Нам понадобится обыкновенная губка, которая есть у каждого на кухне. Кухонная губка нам тоже поможет в борьбе с этими вредителями. Почему? Мы не будем делать никаких мер борьбы. Мы сделаем защитные, просто, чтобы отпугивающие средства. Значит, что будем делать? Эта губка нам в каком смысле понадобится? Мы возьмем эти губки, значит, и положим полиэтиленовый мешочек. Ложим полиэтиленовый мешочек. Вы поймете дальше, почему. И потом пробьем возиком. Почему надо? Значит, каждую эту губку мы потом капнем. Значит, капнуть можно веществами, которые долго сохраняют запах. Это может быть как препарат Актелик, развести его по инструкции, и раствором капнуть на нашу губку. И может быть тайга, хвойный экстракт растений. Значит, но смысл, почему в пакете? Потому что на солнце губка будет быстро высыхать, поэтому пакет мы закрываем пакетом. А дырочки мы просто сделаем со стороны. Сделаем со стороны пару дырочек, запах будет идти, пакет будет долго, такая зашита, где-то действует полтора месяца. Полтора месяца наша эта губочка кухонная будет догонять и луковую, и морковную муху, да и других влезителей от наших градок. Они прилетят, а тут запахи неизвестно какие. Тем более, что можно комбинировать и актелик, и можно тайгу разложить по градочке через полтора метра такие губки. Все, вредители забудут дорогу на нашу градку. Так что, видите, способ очень простой. Ну, опылить тоже. Я думаю, уже показывал в роликах, что берете мешочек, это самое марлевое, и трусите просто нададочками. Это также не проблема. Но замечу так, что если прошел дождь, ветки ваши будут действовать, эффект будет от веток, губка будет действовать, потому что она защищенная. А вот опыливание различными препаратами, как я назвал, тоже золой, табашной пылью или табазолом, или горчичным порошком, придется повторить. Потому что при дожде они набухают, и аромат улетучивается. Вот единственный нюанс, на который надо обратить внимание. Если вы сделаете эти мероприятия, они совершенно несложные, очень простые, очень доступные. Значит, вы будете иметь чистую морковку и чистый лук, и вам придется принимать в дальнейшем никаких мер для защиты ваших растений. Конечно, потом, когда наши растения поднимутся, но это будет конец мая, не раньше, вы можете сделать нашатырную подкормку растений. Нашатырная подкормка 40 мл на 10 л воды. Нашатыра раствораем и проливаем под корень наши растения. Нашатыр – это подкормка для лука и морковки будет, и в то же время запах его будет, опять же, еще нам где-то полмесяца отпугивать вредителей. Поэтому ваша морковка будет развиваться прекрасно, корнеплоды будут длинными, сочными, и луковицы лука вырастут прекрасно, и будут храниться у вас до нового урожая, чего вам и желаю. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова